Всем здарова народ, замутил небольшой гайд на штормы, как и просили. В общем, давайте пробежимся тупо по спеллам сначала, а потом уже будем разговаривать по геймплею и по айтемам, которые нам придется собирать против такой команды. Что ж, первый спелл это у нас ремнант. Как он работает вы сейчас видите. В общем, какие особенности дает. Ставится иллюзия, типа как иллюзия. Дает вижен и если ее кто-то касается, наносится урон. Второй спелл. Такое притягивание, как видите. Затягивает персонажа. И в принципе все, больше что этот спелл не делает. Ну, отнимает еще у вас movement speed. Если вы хотите у вас не туманы поставить второй и попытаться убежать, у вас не получится. Третий спелл. Третий спелл это, можно сказать, такой заряд наших всех спелов. То есть, бонус к урону с руки, когда бьешь. Вылетает такой... Кто вылетает? Что вылетает? Ты че несешь вообще такое? Никто ничего не вылетает. Ты че? Ребят, в общем, касаемо третьего спелла. Все просто. Независимо от того, что мы прожмем. Ultimate, первый спелл, второй. У нас зарядятся руки. И со следующей атакой, с последующей атакой, мы нанесем 90 урона на последнем уровне прокачки. И будет вешаться небольшое замедление, кратковременное. Это также комбинируется с ультимейтом. Как? Спросите вы. Можно летать влево-вправо и наносить тычки. И будем очень больно дамажить. Ну или просто же тупо задрачить на линии. В общем, ребят, смотрите, как это работает в полевых условиях. Что ж, ребят, ну а касаемо ультимейта. Ультимейт у шторма это просто имба. Имба ультимейт, ребят. Он дарует нам нереальную мобильность. Нереальный эскейп. Как, спросите вы? Как же ж это работает? Все работает довольно-таки просто. В зависимости от нашего монопула. Монопул что такое? Это максимальное количество маны, которое мы имеем. В зависимости от этого монопула, мы можем нажимать одну кнопочку и перемещаться в то место, куда мы нажали. Все просто. Чем больше у нас маны, тем дальше мы летим. Чем больше у нас маны реген, тем больше мы сможем зарегенить. Влетев в драку, влетели в драку, потратили ману, отлетели немножко, отошли, зарегенили ману, возвращаемся обратно. Все довольно просто, ребят. Просто нужно собирать определенные артефакты для того, чтобы бесконечно летать. И все у нас будет прекрасно. Также во время ультимейта можно издать многие способности. Например, ремнант, или просто нажать там хекс, или, допустим, арчит. Ну, также еще можно эвейдить много чего. Например, стан венги там, стан леорика. Ну, а стан свена не сможете заэвейдить. Пробуйте. Отлично, руна. Самая сильная руна для шторма. Прикольная руна. Давайте поговорим немного про ультимейт. За что сам алхимик, мой алхимик, сам шторм и славится. Это, типа, ты можешь летать. В зависимости от того, какое количество у тебя маны в данный момент. То есть, если у тебя мана бесконечная, ты можешь бесконечно летать. Поэтому тут есть небольшое количество предметов, которые будут нам в этом помогать. То есть, это, как минимум, Бладстоун. Найс промах. Бладстоун будет помогать нам поднимать свой манореген, монопул. И мы сможем пользоваться ультимейтом во много раз чаще, нежели, чем вообще, то есть, как другие персонажи и тому подобное. Несу, конечно, конкретную чушь. Но, я думаю, ребят, все знают, что такое шторм. Как на нем играть. Что на нем делать. И... Если не знаете, то просто смотрите. Смотрите, как... Как играется на нем. Что я буду делать, что я буду собирать. Алхимика надо тотально душить. Пока что душат только меня, лаги. Ничего страшного. Касаемо лайнинга, если у вас хороший мидлейн, вы можете стоять спокойно. Я лично раскачиваю третий. Чтобы с появлением ультимейта можно было нормально раздать. Как бы... Нажимаем ульт, прыгаем, удар, ремнант, удар. И, как бы так, можно нанесить очень много дэмэджа. Так, ну алхимик у нас поднабрался смелости. Он будет добивать. Завязаем ремнантом. Надо будет сейчас уже юзать нам. Наш волшебный регенерейшн. Регенерейшн. Но если наверху будет монетка, то вязаем регенерацию. А, ну регенерация уже пошла, есть монетка. Успеваем быстро. Да, успеваем вкачать. Отлично. Отлично. Просто прекрасная реализация. Но, к сожалению, сбили нам все равно реген. Но не суть. Главное было убить алхимика. Сделать это быстро и аккуратно. Так, далее будем выходить, ребят, просто в Бладстоун. С Бладстоуном у нас будет большая вариативность по мане. Летать будем постоянно. И это будет круто. Будем всех убивать. Мы будем суперсильные. И я так думаю, тут придется собирать Юл нам. Я его тут заберу. Курьера немного не дождались. Так же забрал бы. Взял второй нулик, чтобы поста там быть поплотнее немножко. Но, я так думаю, нулик этот мне заруинит. Конечно, надеюсь, что не заруинит. Пройдемся сюда, сейчас будем отпеваться. Чуть отопьемся и погнали. Так, Валхимика есть 6 левел. Алхимик пинает лиса. Вот сюда отправим одну иллюзию, одну здесь. Чтобы заблочить ему. Заблочить. Сейчас пройдут крипы. И выйдем на линию. Как у него ультимейт спадет? Все, ультимейт спал. Можно будет сейчас напасть. Найс, вот так вот. Хорошо. Хорошо. Берем монетку. Будем отпеваться по таворам. Качаем ремнант. И поедем дальше. Говорится, поедем дальше. Хорошо, идем пока что. Просто дали ремнанта и погнали дальше. Так. Сейчас давайте в наглую тупо вот так поотопьемся немножко. И пойдем на низ руну. Алхимик ультимейт я бы просто так не рекомендовал нажимать, потому что тогда он очень уязвим и становится для меня. Очень уязвимая цель. Найс, есть какой-то тут у нас инвиз непонятный. Так сказать, непонятный инвиз. Надо забайтить его на... Юзание ульты. И в принципе... Все. Нажал ультимейт, нажал ацит. Ходит стоять фармить. Отошел немножко. Пока тоже пофармим. Промах на добивание, это я умею. Всегда так делаю. Хочу купить себе поинт-бустер. Добиваю. Кату, хорошо. Хочу купить себе поинт-бустер, чтобы быть... Чуть поплотнее. Добиваю крипа. Это радует. Все. Погнали на руну. Баунти. У нас тут что? Дабл дэмэдж. Хорошо. Хорошо. Дабл дэмэдж. Так. Ну, алхимика можем принять. Кто у нас там? Дум третьего левела? Ого. Фига себе. А, я подзалагал даже. Ну, не хватит мне маны, наверное, если я полезу драться. Поэтому давайте отойдем с дабл дэмэджем. Купим поинт-бустер. Будем отпиваться. Понесем себе курочку. Нулик. Дайте мне, пожалуйста, мой. Опа. Вот сюда летим. Крипа, если не заберут, будет прекрасно. Крипа не забрали? Хорошо. Очень хорошо. Так, тут коту пришел, да, у нас? Опасно я постоянно вот так вот делаю, но по-другому никак. Эта фишка очень профитна, очень много восстанавливает все маны. Сейчас мы бахнем тут ремнанта, чтобы был вижен. Хорошо. Тут, по-моему, где-то дум проходил, поэтому нужно было нажать ремнант. Солринг брал. Специально, чтобы было немного попроще. И действительно, немного попроще. Давайте второй вкачаем сейчас, чтобы легче было ловить. Легче было немного ловить, чтобы больше времени было на то, чтобы можно было подтянуть кого-то к себе. Хорошо. Ну, почти хорошо. Забрали Крипа там, к сожалению. Не забрали, вернее. Регенерация. Отличная руна для шторма. Сейчас, скорее всего, будем драться. Нет, не будем драться. Котл ушел, да? Котл ушел. Почему Котл постоянно в ультимейте? Что, он по КД его жмет, что ли? Ну, бы убить. Это было бы классно. Подзалагал на снайп почему-то. Так, ну... Бладстоун, Бладстоун. Скоро выйдем в Бладстоун. Скоро. Давайте, наверное, просто не будем сейчас бегать. Пойдем тупо добивать его. Будем стоять на центре. Будем бить этот Бладстоун. Чем раньше мы его сделаем, тем раньше мы сможем апать заряды. Заряды очень важная тема, потому что... Чем их у нас больше, тем больше мы сможем пролететь. Соответственно. Тем больше мы сможем драться. Тут линка нужна будет в любом варианте, потому что там Doom. ХП у нас, в принципе, достаточно будет, чтобы не умирать от прокаста тени. И, в принципе, я думаю, можно будет сделать какой-то сайланс. Потому что там Патма у нее прыжок. Котл, Монолик. Да и вообще там Алхимик, в принципе. Мэй, Doom и Контрит под Арчи там тоже прикольно. Как бы, ребят, будем смотреть сейчас по ситуации. Главное, как можно быстрее сделать нам наш Бладстоун. Так что, ребят, будем сейчас ждать нашего оппонента на снайпере и продолжать играть. Я сейчас думаю, пошли в магазин Курьера за Энерджи Бустером. Соберем себе Арканы, повысив себе Монопул. А потом пойдем на базе разберем предметы и соберем уже Бладстоун непосредственно. Так что, вот так. Снайпер у нас немного подзалагал. Что-то, видимо, либо свет, либо мамка заставила уроки эти делать. Как это бывает, к сожалению. Но ничего не поделать. Отлагивает парень. Торадует. Торадует. Так, мы забираем крипов. Очень много слышал критики насчет того, что Шторму на один из тем левелей нет смысла качать ультимейт. Я, если честно, не согласен. Есть несколько героев, на которых реально ультимейт нет профита качать, но... Я лично считаю, что Шторму все же на один из там левелей желательно прокачать. Потому что все же, что у нас улучшается. Так, но идет не кидать тупо Монолик. Наверное, сложно дать дуэльку. Дал все же дуэльку. У нас регион. Зарядили 600 маны себе. Забираем тэшку. Пошлем курьера в магазин. Сейчас будет уже руна там. Двенадцатая минута. Но у нас есть уже по сути солдбустер. И чуть-чуть остается дофармить. Там армлет. Хиленько. Не вижу смысла его бить. Возьмем хосту. Пойдем добьемся эти 800 монеток. 800 же, верно? 900. 900 монеток на 85-й. Вроде 900, да? Так, вообще 800. Мечалька. Хотя бы бустер выложили. Так, ну быстренько. Надо крипчиков тут убить. 900 монеток и на базу бежать срочно. Тавры бить, конечно же, не буду. Опа. А я могу умереть тут. Найс. Хорошо. О, нуокер. Думает, наверное, дурак. Зачем ты нажимаешь второй? Но я вижу, что там уже слишком далеко от тени, поэтому не вижу смысла ждать. Хорошо. Есть у нас латстоун. И поехали души, сейчас завардим лес. И будем прыгать по лесу, искать алхимика, так как там уже имеется алхимика армлет. На этом тема не закончится. Далее будем собирать линку. Я так думаю, будет профитно, потому что там дум, чтобы прыгать и не бояться. Итак, эти бустеры и все, соответственно, есть у нас блатстоун. Продадим. Продадим вот эту тему. Что-то мы думаем, есть сейчас, а нет еще. Давайте попробуем убить Батмо. У нас есть блатстоун, 1100 маны. Он так не хотел, чтобы ему доставался фраг, но тут варианта, походу, нет. Тут вариант такой, что стилит стоять, пытаться восхититься. Нет, меня тут нету, бро. Меня тут нету. Так, ну погнали. Вардик стоит, тут вард еще будет стоять долго. Заберем вот этих крипов. Хорошо. Наверное, у нас будет один вардик на руну поставить. Поставим один вардик на руну. О, прикольно у меня персонаж ждет. Понимаю. Кто-то вырубил. Алхимик, наверное, вырубил, чтобы смотреть, чекать. Чекать свои. Юлус. Ну, найс, подлагивало. Успел кинуть дум. Не успел эмансануть, но будем бегать. Помог санстрайком, просто убью с руки, не знаю. Ой, ну а тут я, походу, ну нет, еще живу. Еще живу. Но тут можно было дум не поймать, на самом деле, если бы я тупо мансовал и бил, но... Типа я немного прогулял, так сказать. Пойдемте поставим тут вард. И будем выходить у нас в линку. Эх, ну че, что не дал колдс нам? Ну, ё-моё. Ну, серьезно. Ну, хотя бы так. Дал бы сразу колдс нам, там метеор, туда под крипов, я бы влетел, он там бы никак не выжил. Он там, в принципе, не выживает. А так было бы еще круче. Так. Покупаем эту штуку, возьмем тп сразу, да? Ну, давайте еще манку возьмем. Так, тут тинник у нас. Манку возьмем и погнали. Хорошо. Думчик нанизу. Чей курьер? Фантом, куру забери. Плиз. Могло было, конечно, лучше. Уже два фрага инвокеру подарил я. Но есть за топ 12 бладстоунов. Пойдет. Зато бладстоуны мутятся, в принципе. Путь инвокер на фраге. Бедный алхимик. Хотя у него все, в принципе, было хорошо. Он проигрался. А если, блин, они сейчас дадутся, это чисто минус контента. Пойдет. Погнали на рунах. Сколько их там? Четыре тела осталось. Печалька. Инвокера Ю. Инвокер такой олдскульный. 83-я мапа, все дела. Регенерация. Самая топовая руна для этого персонажа. То есть мы можем завязать реген и летать, в принципе. И как бы... Будет пофиг. Нам будет пофиг. У нас... Смотрите, дипотман застрела. Прикольно. Это рофли. Рофли немного. Так, у нас там Тинник гоняет. Что-то гоняет Тинник у нас там серьезно, походу, да? Серьезно, какая-то тема. Так, ну он будет, походу, до победного бежать. Но будем сюда. Лететь. С армлетом Тинник. Понимаю. Эх, избили мне таки реген под конец. Челик там пишет. Найс, пацан пытался на Тинни армлетить там. Есть трика у нас. Пришлем себе линку и погнали. Пишет чел, пишет. Блин, не отвечай ему, ну блин. Значит, как бы занят, наверное, в игре, там или что. Найс. Одиннадцатый уй, одиннадцатый. Найс. Ну, про ару я говорил, что все ару мои, как бы, но... Если сейчас засыпет, там Тинни ТП сделала. Вы плохо. Так, ну что ж. Стрим включи быстро. Быстро. Быстро включил стрим. Так, ну есть у нас Линка. Думчик с Блэйд Мэйлом. Так, есть. Не знаю, есть ли смысл туда лететь, но есть все же, наверное. Хорошо. Хорошо, если потма придет, то будем убивать. Все, найс. Давайте далее, ворчит. У меня Линка, бро. Держи в курсе. Так, на низ бы еще успеть. Так, у нас одиннадцать секунд до того, как реснется Фантом. Фантом в любом случае пойдет на низ, поэтому... Мы пойдем на низ первее. Чтобы забрать фарм. Чтобы быть еще сильнее, нежели мы сейчас являемся. Являемся. Пойдет. Пятьсот маны есть у нас. Но 17 бладстоунов. Пока что. Забиваем крипа. Печалька. Все, честно, казалось бы, 17 бладстоунов, а манно-регена вообще нету просто. Просто нету. Настя, срубили деревце, пойдет. О, легион умер. Настя, понимаю. Так, ну отлично, будем отпевать много маны сейчас. Отпевать. 2-700 имеется. Б. Отпевать. Побьем крипев. Почти есть у нас ворчит. Найс вард. Пропадает мой тайминговый просто. Понимаю. Этот персонаж, если честно, требует хорошего микроконтроля, потому что нужно хорошо перекликивать после того, как ты даешь какой-либо удар после ультимейта. Ну, ребят, держите в курсе, что микрить надо на этого персонажа. Так, ну пришлем себе два обливиан стаффа готовых уже. Заготовочка под наш непосредственно артчит, который будет нам помогать в игре контрить. Персонажи, далее купим вардики и будем душить. Так, ну если будет прыгать, это хорошо. Найс хочет сбить меня. Ну, нет, так не прокатывает. Немного снайпер не прожил. Ну, если бы я раньше прыгнул, я думаю, я бы подстану лететь. Подстану я, соответственно, влетать не хочу. 24. Эмпориген. Всего 10 дает у нас почему-то... Смотрите, манориген, ан плюс 9. Не написано насчет маноригена именно конкретно почему-то. Я не знаю, может на 85-й он как-то не так было с вами работает, но что-то, по-моему, маноригена вообще совсем нету. Просто как будто у меня весь манориген. Это мои два обливиан стаффа и линка. Просто давайте посмотрим. Даже. Просто посмотрите, 8. Серьезно? Вообще не дает маноригена, ребят. 17 бладстоунов, а маноригена вообще нет. Давайте посмотрим вот так вот сейчас. Сколько у нас? 8,78. Кого-нибудь надо убить. По привычке зажал боттл. 8,78 значит у нас манориген. Убьем и посмотрим. Походу, бладстоун пофиксирует. Пофиксили на 85-й и нет никакого смысла собирать его шторм. Потому что на 83-й этот предмет просто ибо. Тинни с агонимом там. 18 бладстоун есть. Смотрим. 8. Смотрите, не дает маноригена бладстоун почему-то на 85-й. То есть это пофиксили. То есть на 85-й на шторме шторм очень слабый получается. Отобрали у него просто основную... Основную игровую... Основной игровой артефакт. Вы представляете, насколько это жестко? То есть на 83-й этот персонаж намного сильнее будет. Потому что там с каждым бладстоуном дается манориген. То есть это очень жестко. Жестко, очень жестко, ребят. То есть я даже сейчас на самом деле знал, что на 85-й бладстоун не дает маноригена. Либо это баг. Но он не дает манориген. Вообще не дает. Так, но пытаются на меня убить. Парень тут. Быстренько забили пацана ногами. Уберем монету. Не дает маноригена вообще. То есть я даже не вижу, что на вот этом дает манориген. На 85-й очень сильно порезали данного персонажа. Можно сказать, одним артефактом порезали. Но я не хочу, у меня не так все хорошо по мани. А зачем он меня форсонул? Он хотел, наверное, форсом сбить. И форсом сбить. Попробуй. Так, но если он тут сейчас остановится, будем. Угу, но успеваем. Спот, замедлим чуть легион, да, сдуемся, да? Ну, я не хочу, честно, туда прыгать. Без маны, будучи. Вот так вот можно, в принципе. Пойдет. Уходим. Ну, надеюсь, арву не будет, но арву нет. Возьмем травела, возьмем ману. Так, ну не дается, ребят, за блатстоун. Никакого нам маноригена. Это, конечно, трэш. Это, конечно, трэш. То есть основной артефакт на 85-й карте. То есть, смотрите, что тут написано. 500 фитпоинтов, 400 маны, 200% маноригена. 9 хп сек реген. Гранс 1 мана регенерейшн пер секонд. Пай 3 секунды, респаун, 1 заряд. Должен давать, но он не дает, ребят, посмотрите. 3,28. Типа и 29. 19,55. 29. Всего дает, дает заводской реген. Стандартный заводской реген дает. То есть, 9 хп. И each charge grants 1 мана регенерейшн. Дает, типа, 1 ману за 1 charge. Ну, типа, за 1 заряд. И уменьшает респаун на 3 секунды. Почему-то, по-моему, это баг, ребят. Потому что так не должно быть. Полетели. В космолете. Чуть-чуть не долетели. Но не суть. Если бы я, кстати, отпивался, долетели бы. Долетели бы. Ну, к сожалению, мануриен у нас не работает, ребят. Не работает. У меня... Лан Стоун не работает, ребят. Норма. Ух уж эти фишечки. Так, ну, зажал он скорчет. Не хочу под скорчетом нападать на него. Потому что это будет неинтересно. Давайте сюда пролетим. Угадали. Где ливер? Ой-ой-ой-ой. Я тут умру. Не успею все равно. 3 секунды респаун. Ну, печаль. Печаль, ребят. Ну... Не весело совсем. Но нету манорегена. То есть абсолютно бестолково. 10... 10, вернее, манорегена. Ну, по крайней мере, это не показывает. Но видно, что он вообще Бладстон не ригенит. Он вообще не ригенит. Вообще-вообще. То есть это я не знаю. Это бак какой? Это бак. Что так манорегена нет? Что так? Что так? Что так? Убьет. А, доппель же есть. Доппель герц. Сила двух сердец. Так, ну убивается у нас тут легион. Хочу прыгнуть в потну. Отойди немного. А ну порегенем. Найс. Так сказать, вернулись. Батя вернулся и нам раздавал. Ну хреново, ребят, что на 85-й такое. На 83-й у меня, к сожалению, сильная задержка. Поэтому на 85-й. А на 85-й, по-моему, не работает Бладстон. Если я не ошибаюсь. Я после... После этой каточки зайду в лобби солов и... Прочитаю. Прочитаю описание того Бладстоуна, который на 83-й. И будем смотреть. Что у нас там за проблемки. Так, ребят, есть еще одна фишка. Пробуем ее сделать вот так вот. Так можно, кстати, дейфить хай-граунд. Так, ну сбили нам линку. Сбили нам линку. Ничего страшного. Так, ну все, Патма выходит. Надо тут заканчивать. Вот этого пацана можно принять. Можно лететь, кстати, и сразу нажать Арчид. На персонажа или Хекс. Тем самым заранее, как бы. Мы можем, знаете, как это комбинировать. Ты летишь, нажал на персонажа уже орчит. То есть, орчит раньше повесится, чем ты долетишь. Из-за того, что рейндж, ну, рейндж примерно вот такого вот Арчидо. И типа, сразу нанесешь урон с полета. Соответственно, этот урон запишется, как будто ты его нанес под действием Арчидо. Так, ну все, завязал неуязвимость у нас. Чел на тени. Как бы его ловить нет смысла. Погнали в трон, я думаю. В трон. Надо выходить. Дело такое. Что там хотят, пацаны. Ну, неуязвимость просто юзает парень на тенике. А что ББ? Какой ББ? Тут просто Тауэр Дефенс идет. ЛТД. Посмотрите на это. Просто Тиник разгребает эту кучу. Нарчит, повесили, главное все. Ну, такая каточка, ребят, вышла. По сполам я, в принципе, все рассказал. Особенности некоторые показал. Можно юзать предметы. В ультимейте. И, в принципе, вот такой вот персонаж у нас, ребят. Кому понравилось, ставьте лайки и пишите, кого бы вы хотели увидеть еще в такой стилистике. Ну, у меня все, ребят. Приятного вечера, хорошего настроения и счастья, любви. И, главное, не болейте. Найс.